Всем привет, продолжаю за Ассирию играть сетевую партию в Old World. Разбираемся, как тут вообще мультиплеер работает, но если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала, а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И пожалуйста, напоминаю, не забывайте делать клипы к серии и кидать ссылки в комментарии. Приятного продолжения просмотра. Дисциплина Так, этот посел у нас сюда бежит. Разберемся с галами, тогда и вандалам объявим войну. Нет, Колизей у нас будет вот здесь. Театр в смысле. Минута пятьдесят. Время прокладывать дорогу тоже, да? Или сначала... Давайте сначала... Сделаем лагерь. Что, я могу еще одну деревню ставить? Да, могу. Ее давайте здесь. Оу... Тут у нас... Есть варварцы. Скоро будет доступно восстановить мир в городе. Можно будет сбивать несчастье. Орлиный глаз. Ну, слишком много военных очков просто. Я думаю, нету смысла. Просто стоим пока. Так, тридцать девять секунд. Открываем территорию перца тут. Фракийцы. Просто не делаем ничего. Зачем мне с ними? Мир. Все. Фуф, успел походить. Прям не верится. Так, что по армиям? Сильнее. Карфаген слабее. Египет такой же. Греция такой. Ну, можно будет и армию поднастроить. Вот когда мы здесь в Ашуре полностью командиров, да? То есть это уже командир, да? Нет, это еще второй уровень только делается. Разбойники неподалеку от Ниневии. Ну, я их и так увидел. Спасибо за сообщение, конечно. Блин, через реку атакую. Это я по-дурацки. Так, наследник будет изучать. Уже давайте риторику. Канцлера можно нанять. Смотрим. О, отличная. Вдовствующая царица. Да, вот ее давайте. И что она может делать? Дар семье. И мир в городе не могу пока. Дар семье. Что у нас тут в семье? Эришум. Почему-то не очень. Ну, давайте вот этим. Остаток дней я посвящу правлению. Сей труд послужит новым поколением. Давайте, наверное, правлению больше приказов. Правитель мудрость, храбрость. Ну, храбрость и земля и так по пятерке, поэтому мудрость давайте. Уровень. Отойду даже, чтобы он меня не убил. Щитоносец. Наверное, пока стоим. Триста. Давайте, наверное, уровни дадим. Че? Грек, скоро уже легендарный город будет. Гарнизон. Разведчик свирепый. Так, что этим рабочим? Тут предлагают Одио. Но вообще... Вообще, да, надо как бы деревни строить. Одна деревня тут. А, больше я не могу. Тогда Одио на самом деле здесь давайте ставить. И в Неневе восстановление. Блин, один из приказов. Че посол может сделать? Перемирие с племенем. Высший сенот. Давайте высший сенот соберем. Почему не могу? Там, наверное, какая-то теха... Ну да, метафизика нужна. Ну ладно. Лишних 11 приказов. Сейчас будут проданы. Я был в Мутино. Это... Не скоро. Жаль. Ты там вроде бы достаточно быстро шел. Че-то там вандалы предупреждают, что... Ладно. Пофигу. Нам не нужны военные очки, зато легитимность повысим. Ну, то, что вот эти тут появились. О, блин, галлы опять. Фак. Надо идти зачищать. Ну, по пути надо, конечно, с варварами разобраться. Египет перемирия с галлами. Начинается что-то такое. Я нарушил перемирие. А зачем заключил перемирие? А без понятия, как оно так вышло. Будет в трансе. Это все пошло правитель. Будет несчастный. Ну, охренеть. Что-то не то сделал. Ну, давайте пускай несчастный. Это на защиту влияет. Есть крит. Так, надо... И нет, достойный стал Саша Антон. Что-то там, священный правитель. Или герой какой-то. Может, сюда тогда пойдем пока. Что такое Саша Антон? Ну, это что-то вообще... Очень крутой. Да, какой-то... Священный человек, которому поклоняются. Типа Будды. Не, ну, это скорее военный лидер. Плотникам, инженерам или... Я понял. Просто мудрым. Сейчас быстренько прогуглить. Осадным и кораблям нет. Да нет, просто мудрым давай. Там осадные корабли, как бы... В данном случае мне не особо нужны. Коситель цароастрийской религии. Так, один фермер у нас уже есть. Я бы, наверное... Да, ладно. Дать, наверное, рабочего. Еще одного здесь сделал. Потому что дальний город. Юнит я тут не хочу строить. Четыре приказа. Так, там апостол достроить. Как у нас вообще по еде? Дар Шарукин. Ашур. Вот в Дар Шарукине нам нужно апостол. А где у нас Дар Шарукин? Здесь. А, у меня как раз он... Я по этому апостолу делал, чтобы сюда распространить иудаизм. Эх, прошла эпоха Фарнаспа. Фарнасп непобедимый мертв. Да. Он дипломат. Давайте мудрость повысим. Это на культуру влияет. Блин, тут что-то больно бьет. Отойдем. Травник. Мудрость. Уже против нации, мне кажется, бессмысленно. У меня тут осталось несколько мест. Мест, в общем-то, нету смысла против цивилизации, как мне кажется, прокачивать. Так, тут я, пожалуй, отойду в город и полечусь. Слишком много юнитов бежит. Фига себе, сейчас приказов останется много. Ну, наверное, надо маршем заниматься. Что-то там перс-армию готовит. Колясок дофига. Ну да, стронго. Выглядит опасно. Ну, ты ближе к нему. Да, поэтому я и беспокоюсь. А у него, получается, город слева от вулкана, да? Да. Ну, правда, армия у него не там находится пока, но мне кажется, что коляски и быстро прибегут. Да, как бы у меня армия. Ну, мне, с другой стороны, надо и старших командиров наделать. Надо мне тут казармы как-то строить, видимо. Мне бы вот сюда поставить гарнизон. Ну, или здесь, наверное. Что-то это останавливать. Плохо. Ну, собственно, я вот эти города поставлю и свяжу. Это будет выполнена вот эта амбиция. Причем, наверное, тоже колесницы. У него, правда, есть и пикинеры тоже пельтасты. Стреляющие. Блин, мне бы и лучников открыть. У меня, короче... У меня опять будет провисеть, править до лет 70 и придет наследник, или когда ему будет 50 лет. Ну, ты можешь, во-первых, сменить наследника на внука, например. Ну, кстати, это make sense. Так, как у меня тут внук? Че-то слабенький. Нужно его дальше обучать. Египет закончил строительство Александрийской библиотеки. Да-да, я. Персонально его тренировать. Плюс одна мудрость за цивики. Плюс две мудрости. Да, давайте плюс две мудрости. Так, этих ребят убиваем. Топорщиков, да, давайте топорщиков. Сделаем кровожадный. Давайте кровожадный. Ставим тут город. Сюда. Это будет священнослужителей город. Рассalogization. Кал сегмент. Кал сегмента. Кал сегмент. На свое время. Там находится внутри. Дippа, дорогая. Сюда. что объявлять уже войну вандалом или пока рановато так тут мы казначейство завершили давайте-ка юнитов поднастроим на всякий пожарный вообще нет по моему воинов быстрее то есть воинов четыре хода и потом я просто и хапаю в топорщиков ну и смысл меня топорщиков строить так гарнизоны я наверно не могу строить да игра предлагает тут ферму и и там наверное ферму конечно походил так этот у нас бежит сюда распространять религию так давайте-ка я в городах постройку сделаю эти городской совету следующим ходом распространится религия смогу апостола там делать давайте вот тут колесницу мы хотя это не военный город она давайте совет не знаешь что ставить ставь совет не успела кстати выбрать мой правитель вылечился распространяю юдаизм но строим апостолов так мы можем выбрать какое-то правление египет акрополь единобожие либо не единобожие конечно просто города религии еще плюс 35 приказов просто вау так давайте метафизика слоны тоже вот это важно давайте плантации все-таки откроем так не надо дороге наверно провести отсюда пойдем сюда поведем так а тут у нас тут у нас вообще есть рабочие лесопилки что ли сделать вот ну а 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 боже а тут что-то нападение серьезное происходит а Субтитры делал DimaTorzok Я, наверное, надо вандалам войну объявлять и защищать это место. Ведь там опять галлы появились. Конечно, и поселенцы нужны еще. Так. Одна секунда уже оставалась. Тут меня беспокоит. Ну, они город атакуют. Видите, даже не строителя. Нормально пока. Так, наверное, выйдем. Будем урон наносить. Давайте вот так. Ну. У меня, кстати, лаги начались. У меня что-то юниты не сразу уходят. Да-да-да. Храбрым, отлично. Мог быть тяжело раненым, кстати. Там хороший верховный советник был. Видимо, вот эту надо брать. Потому что минус 3 к росту в каждом городе, это слишком круто. Так, Тарас, городской совет. Ладно, давайте апостол, раз это религиозное. Надо же как-то уже... Мы, кстати, можем, по-моему, храму начинать строить. Да-да-да, давайте вандалам войну объявлять. Блядь. 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 16 ходов. Все походили, что ли? Вот топорщики у меня тут без дела стоят. И, кстати, прачники тоже может подводить к персу сюда. На всякий пожарный. Правда, не тут надо держать, а в городских укреплениях. Перс это получается, если у тебя фанатик-полководец, то он может с 10-процентным шансом завербовать юнита, да? Или как-то работает? Да, он убивает, если претендов шанс захватит. Угу, спасибо. Да, надо как-то юнитов строить. Ну, я, в общем-то, начал. Так, старший командир, 6 лет. Слушайте, я по решению не успею вот эту амбицию. Все-таки осталось 13 ходов, то есть это 6 лет, а там еще, извините, еще тут 2 уровня. То есть 6 лет. Значит. Ну. Охот начался просто. Плюс мудрость, минус уровень недовольства, да. Ну, это мы нашли там истуканы. Вандалов. Устанавливаем их в городе, чтобы снизить уровень недовольства. Полководца выбираем. Мне вот этот лучше. Так, этими ребятами выдвигаемся с этой стороны разбираться с вандалами. Наследник будет судья или ученый. Можно научное изыскание. А я бы ученым сделал. Попробуем догонять всех. Мы явно по науке отстаем от всех. Очевидно. Устанавливаем. Ну. Продолжение следует... Продолжение следует... А тут нету полководца. Давайте назначим. У нас так много военных очков. Продолжение следует... Опять... Аня, легитимность. Я думал, опять не успел походить. Продолжение следует... Эти форумы, потом стены. Продолжение следует... Шесть приказов. Дар семье. О, с органитом, конечно же. Что-то у них возмущение. Нет членов управления. Понимаю. А я что тут не... Я здесь не сделал спеца. Так, ну надо тут спец... Нет, сделан. А тут не соль, что ли? Соль. А почему у меня соль не добывается тогда? Слушайте, а соль это разве не ресурс роскоши? Да, это люкс. Странно. У меня сидит спец. А, блин. Она что, от шахты, что ли, добывается? Или... А я кайф, я каменоломнюю построил, поставил туда спеца. Зашибись. Вот это использование ресурсов просто... В жопу. Давайте полководца назначу. Влюблен в просто людинку. Ну, пускай действует, как велит сердце. Да, минус легитимность, но... Зачем расстраивать наследника? Так. Наместник ваш Шуре. Мудрость это наука. Харизма. Давайте мудрость. У нас рабочий ремонтируем тут. Так, наконец, убиваем эту лошадь. Тупую. Модернизируем до топорщиков. Или все-таки юнитов строить еще. Давайте еще юнитов. Проведем вот так дорогу. Ровненько. Так, а здесь ферму. Правно, что в этой игре золото, а не люкс. Да. Ну, считается, что как бы просто это тебе денег дофига дает. Угу. Вот и радуйся. А за деньги ты можешь все купить. Кроме люксов. Кстати, как у кого с ресурсами? У меня тут вообще что-то всего завалить пока. Проблемы с камнем. У меня всего достаточно. У меня, блин, да, у меня 2000 камня уже, я уже и чудеса строю, я даже не знаю. 2000 камня, короче. Охренеть. Чуть-чуть поменьше, надо. Да, у меня 2 или 3 рудника на металл, и он все не заканчивается, не заканчивается. Ну, металл, по мне, так тут самый вообще, самый менее нужный рез, потому что, ну, ты строишь юниты, я понимаю, но это не так часто происходит. Угу. Продолжим апостолов тут строить. Еще способность у Египта прикольная. Давайте распространю сюда. Я хочу усилию в следующем уже. Сейчас Египет. На 25% меньше резов, если строю уже одного типа здания рядом. Да, прикольно. Я начинаю лагерь, потом пастбище. Что лагерь сразу один приказ, а пастбище полприказа. О, еще апостол. Вот, давайте им... Так, гностицизм. Давайте дуализм. А, подождите, а он уже может собор? И мы же уже можем эти строить. Да, мы должны мочь уже монастыри строить. Поехали. Наконец-то я близок к тому, чтобы выгнать вообще галлов с моего полуострова. Поехали. Так, раз рабочий, два рабочий. Не, ну бараки тут странно строить. Ладно. Деревню еще нельзя. Ну, давайте, наверное, дорогу. Пока как-то вот так. А у кого как с приказами? Не очень, 17. У меня больше, но не намного. Ну, у меня сейчас пойдут приказы. Я форумы строю. Который дает мне по половину приказа. И за окропля. Лагает. Так, или карнадский... То есть, а что он там мне дает вообще, или карнадский? Будет давать. Ну, плюс 40% в культуре. Не, у меня что-то прям... Да, они есть на урожай. Но как-то быстро хожу, и... Мне нормально. Охот почти целиком. Так, тут разобрались. Еще не начался ход. Слушайте, не начинается ход, да? Ага. А, начался. Ага. Да, ну, лагает, конечно. Видите, не проходит удар. Не начинается, во всяком случае. Удал. Нужно. Что-то аж двое умерло. Так, кого-то посадить можем. Нет, царевича мы не будем сажать. Так, наместника. Нового надо выбрать. Да, давайте царевича. Блин, просто два к несчастью, но с другой стороны хоть наука будет. Эти два восстановления. Мне что-то побили мне тут. Серьезно. Тебе, почему у меня соль постоянно хочется эту использовать? Каменоломню. Мастер Асан. Нет, давайте против пехотных юнитов. Дуализм в христианстве. А дуализм, он там, он вместе с терпимостью, да, да. Типа, нужно храмы всех религий с наговорием строить? Или... Или как это все работает? И искупление... И искупление... И искупление... Вау. Я так как-то попробовал поиграть, мне не понравилось. Или искупление это другое. Сейчас, где посмотреть. А, искупление-то нарезы. Но нарезы это нормально, да. Не успел, что ли, походить? Что, не открывается? Ход разбойников. Ну, минус вандалы должны быть. Блин, чуть не убили мне прачника крутого. Уязвленным стал. Ну что, сможем забрать? Я просто не хочу этим, атака, чтобы его не убили. Семь, не, наверное, не забираем. Потому отхожу сюда. Лечиться. Для царя. Эти, храбрость, дисциплина. Так, заплатили, чтобы меньше было пожаров. Грек, грек прям союз с кифами, со скифами заключил. А там ивенты. Как пофиг. Блин, элитные метатели копья. Элитные пельтасты. Вау. Просто вау. Так. Продолжаем юниты строить. Откуда это вообще пришло? Кто такие? Кто? А эти варвары. Часа под столицами. Ой, не, под столицей тоже были, кстати. А от нас нет. И не будет ничего, просто... Леша, а там нет никаких варваров на побережье между нами? Ну, галлы, ну это, наверное, не варвары для тебя. Для меня они варвары. Для меня тоже. Я их почти на своем побережье добил. У меня вот... У меня только два лагеря осталось этих. Малых цивилизаций у себя и все. У меня просто прикол, что у меня как бы в глуби территории, в глубине, тупо негде города поставить, то есть нету мест. То есть у меня там куча территорий, свободно получается просто будет. То есть там вот есть эти места вот с одной клеткой, вот эти из одной клетки. Мне все-таки кажется, что это как-то там можно будет ставить города. Опять разбойники подалеку от Ниневии. Празднество в Тарсе. Минус 30 к несчастью в Тарсе. Гладиаторы. А, минус 2 культуры. Можно было ставить там города. Наверное, давайте вот это. А празднество что делает? Да, плюс 1 культуру. Давайте. Лечим. Лечим. Так, тут у Ниневии, то есть еще пошли. Сейчас сверху попрутся, видимо. Да, заплачу выкуп. О, минус уровень недовольства. И плюс легите за счет того, что мы заплатили, чтобы не было... Сарганита и туда, или Эришум. Эришум пускай минус. Все, у меня уже со всеми семьями зашибись отношения. А, я знаю почему. Потому что очень... Соль похожа на мрамор внешне. Поэтому я постоянно хочу соль эти делать. Не каменолом. Ну, вообще, надо вот на эту иконку нажимать, и они сразу начинают делать то, что, собственно, на иконке. Это проще, чем выбирать из списка. Еще войны завершены. Давайте продолжим, воинов. Так, поперли на галов. Добьем галов. Ну, все. О, уже Египет впереди по очкам. Да, да, да. Деду 70 лет. Ну, у тебя 4 чуда. 4 чуда, 3 города высокой культуры. То есть, понятно, что эти легендарные побыстрее будут, чем у Грека. Ну, похоже, я как-то смотрел и видел, когда у Грека будет, но сейчас я что-то не могу увидеть. Ну, наверное, просто смотришь город и видишь. Ну, я навожусь и как-то... А, вижу все. Ну да, ему 22 хода. Я побыстрее это буду. А ты как там... Ну, ты понимаешь, что пока ты строишь чудеса, другие строят армию? Ну да. Это просто как бы такой триггер забрать ЦИУ с легендарными чудесами. Это сколько плюс очков? Министр умер. Так. Давайте вот этого назначим. Что мы открыли? Объединение земель. Отлично. Трики. Мастер разведки. Мастер разведки. Так, во-первых, Блин, а объединение земель, кроме плантации, там что-то еще дает? Верблюды и слоны, да. Верблюды и слоны. Так, дипломата мы уже выбрали. Полководца не будем пока брать нового. Тут постоим все-таки, я подержу место, чтобы не появлялись. Охотник храбрый. Храбрый, давайте. Блин, тут у нас еще место. Так, а я сколько, собственно, городов еще могу? Раз, два, три города. То есть мне бы трех поселенцев сделать. Это значит, что делаем здесь. Где у нас больше всего еды? Ну, дурши рукин, ашур. Блин, ну в ашуре и... И тушхан, да? В ашуре у меня спецы надо делать. Тут апостола доделал. Ну, я бы еще апостола делал, пожалуй. Все мне бы и рабочих тоже... Сделать. Эти монастырь здесь. Ребят, я уже по времени... Ограничен. Давайте продолжим в... Аут-режиме паркинг. Нет, может, лучше соберемся в следующий день. Давайте, кто когда может в ближайшие дни? Ну, вечером. Ты в любое, хорошо. В любой вечер, да. В любой вечер. Бучерина. А в клауд-режиме почему его попробовать? Ну, потому что это как бы долго... Проще вместе собраться и доиграть. Да если... Если у нас реально нету любых... Вот тоже любой вечер. Аликс, когда у тебя? Допустим... Где-то по восьмого по московскому времени. Тоже любой вечер? Вечером, да. Ну, любой, да? Любой абсолютно. Ну... Ну, завтра, например. Вот если мы завтра соберемся. Ну, завтра, ну, это, скажем, там, часа два. Давайте соберемся завтра пол восьмого, да? На пару часов, да? Завтра пол восьмого. Взять, отпусти, я еще не сохранился. Так, сохранился. В общем-то, до завтра пол восьмого по московскому. Продолжаем. Все, спасибо за игру. Всем пока. Всем спасибо. Смотрите, мы сейв загрузили, и даже чат сохранился в сейве. Так, ну, собственно, у нас только Египет получается еще. Не, я тут. В связи, ты подключен? Да. Блин, не знаю, мне зелененьким отмечены трое, красным. Вот, бучерин, наверное, он подключается. А, ты вообще никак. И... У меня ход уже завершен. А, так, наверное... Может быть, на время сейва я уже его завершил. Понял. Я просто достаточно быстро хожу. Так, ну, я так понимаю, все здесь? Бучерина, наверное, да, заходит, наверное, и все. Все остальные... Можно играть потихонечку. Ну, наверное, ход пока не заканчивайте, просто и все. Так, что у нас тут? Дайте мы чатик уберем как-то. Так. Вообще, вот, вот, меня именно Персия больше беспокоит, потому что, мне кажется, на будущее у нее лучшее развитие, в принципе. То есть, вот тут расположение такое. Ну, да, но, кстати, нам еще надо еще два города, как минимум, поставить. А, даже три. Я уже три города могу. Ну, здесь и тут два города, и еще вот здесь. И все, в принципе, больше мест у меня не будет. Но мне нужно поселенцев, получается, делать. Еще раз проверим, какими города больше всего рост дают. Ну, и, соответственно, тут быстрее будут поселенцы делаться. В Ашуре надо командир. Сколько у меня лет осталось, чтобы вот это выполнить? А, одного я уже старшего командира сделал. Шесть лет осталось. Ну, мне, видимо, придется ускорять за цивики. Других я вариантов не вижу. Тем более, что у меня цивиков дофига. Но мне жалко, что ведь я сейчас на шестой уровень несчастья перейду из-за этого. Ладно, давайте так. Ну, мне надо... Вот это я, скорее всего, не выполню точно. Шесть лет. Вот это я точно никак не сделаю. Это я сделаю. Это будет шесть. Просто восемь амбиций, и тут все сагрятся на меня. Если я так быстро... Так что, одну, наверное, я пропущу. Так, значит, здесь у нас уже поселенец стоит в очереди. Следующий у нас Ашур. Ну, вот в Ашуре могу закончить. Тут, наверное, поселенца поставить в очередь. Когда командира... Закончим. Надо ставить. Так, здесь обработали соль. Игра предлагает... Там еще мрамор. Серебро. Давайте, наверное... Нет, давайте, наверное... Так, а где еще у нас рабочий стоит? Ага, вот здесь построен... Давайте амфитеатр. Амфитеатр. Камня дофига. И как раз у меня полностью вот этот треугольничек. Это, получается, наверное, самый лучший треугольник. Ну, либо наоборот. Вот эти рядом, а вокруг них домики. Так, до серебра. Давайте, наверное, все-таки к лагерю я даже марш возьму. Потому что... Так, не хватает дерева. Купим. Купим. Так, тут мы стоим просто. Повышение. 300 повышения. Наверное, пока стоим. 10 приказов. Ага, тут у нас варвары бегают. Ну, просто... Я, знаете, вспоминаю, потому что у нас сейф... У нас прошел день, как минимум. Гриту способны. 54 года. Только сейчас он способным стал. Ну, тут точно повышение сделаем. Из города 25. Давайте гроза всадников. Потому что там у перса... Я видел... Много всадников. Так, на всякий случай пока. Не то, чтобы я планировал на перса нападать. Ну и скаутами я тут бегаю. Потому что вот я... Опускаю решетку. Это мастер разведки. Я смогу шпионскую сеть. В его городах. Размещать. Ну все. Так, включаю таймер, ребята. Be ready. Сколько сейчас он даст? А, ну нормально. Так, пошел, пошел таймер. Так, что у нас тут? Великий мыслитель появляется у вас при дворе. Не пристало ворошить прошлое. Не, ну с семьями у меня зашибись. Со всеми так, что пусть все прочтут об этом. Плюс 120 культуры. Придворный ученый, придворный министр. У кого-то игру было слышно. Что? У кого-то игру было слышно. Громко очень. Ученый. Давайте министра возьмем. Так, у нас. Если, например, советника. Ну он такой. Какой-то такой. Так, и пока мы нигде не можем поставить еще губернаторов. О, верховный советник прокачался. Мудрость. Давайте мудрость. Рост плюс один. Соответственно и поселенцев быстрее строить будем. Да, надо быстрее еще плантации обрабатывать. Совсем забыл. Так, вон у нас там еще один конь бежит. Там еще, кстати, было написано, что рейд около Ниневии. В конце прошлой серии. Так. Вот тут давайте монастырь. Тут монастырь готов. Храмы я пока не могу строить. По-моему, мне там надо что-то открыть. Так, ладно. Тогда, тогда, тогда. Там строится монастырь, да? В этом городе, где монастырь рядом с плантациями. Тут плантации нету и не планируется. Тогда, знаете, может просто вот здесь. Хочу во всех монастырей построить сначала. Так, форум завершен. Давайте казначейство. У меня охотники. Конечно, на сети надо. Но лагерь тут построен, в принципе. Так, полторы минуты. Стоим пока. Тут лечимся. С галами разбираемся, да? Блин. Что-то больновато тут. Не знаю, стоит ли мне набрать. Как мало хитпоинтов осталось просто. Ладно, давайте я вот так. Я не думаю, что в следующем ходу мне смогут его убить. Но я, если что, сюда сбегаю. Вылечу его. Точность возьмем. Точность, вежливость ассирийских королей. Тут глянем. Так. Один из приказов. Давайте что-нибудь. Дар семье. Не, я со всеми. Хотя можно. Тудийцам. Ну, давайте. Почему нет? Так, посол. Высший сенот. Давайте высший сенот проведем. Манихейство. Да, давайте. А, блин, метафизика. Все время забываю, что... Так, окей. Завершаем ход. Надо плантации строить. Надо строить плантации. Я что-то думал, у меня побольше их будет. То есть, вот еще мед. Две штуки. То есть, у меня четыре меда. Я уже вижу. По-моему, где-то еще вино было. Где-то вот здесь, по-моему, нет? Нет. Золото. Да, ну вообще как-то ресурсов немного. А, вот тут лаванда у нас. А, лаванда и пряности еще. Гериту известен как незыблемый. О, геликарнатский мавзолей достроили. Плюс 40% культуры. Это зашибись. Давайте так становимся этим. Блин, чуть не успеваю. Да, наверное, марш возьму опять же. Потому что... Надо лечиться. Есть. Геликарнатский мавзолей. Дорогу достроили. Там мы делаем лагерь. Давайте, наверное, каменалог. Хотя у меня, блин, уже... Э, рудник. Это соль. Так, рудник давайте тогда. Глобус тут плотной границы. Между Сирией и Персией. Да. Ну, давайте тут встанем и улучшу до топорщиков. Так, здесь я... Вот тут я планировал, в общем-то, монастырь. Геликарнатский мавзолей. Значит, у нас осталось... Осталось только три чуда и все легендарные. Да! Так, где у нас тут? Вот тут плантации. Что там за чудо, хоть? Собор, святой Софии выглядит вкусно. Блин, тотально не хватает дерева. Хотя я уже лесопилки, в общем-то, строю. Ну и понтон тоже неплохо. Давайте вот здесь лесопилки. Лесопилки странные немного. Войнов достроили, да? Игра считает, что надо слонов строить. Не, ну давайте попробуем. В общем, я бы в этом городе еще и бараки построить, конечно. Так, здесь давайте форум. 53 секунды стоим. Блин. Давайте я, наверное, вот сюда встану в лес, чтобы не так больно было. Тут я прошел критически. Отсюда меньше я, на самом деле, носил урон. Ну, потому что через реку, но зато мне надо, что я своего этого спасу. Юнита. Так, давайте сюда зайдем и... Бегаем, открываем дальше территорию Перса. А где у него столица? В Персеполе, да? Но мне надо где-то в городах ближе ко мне будет начать агентурную сеть создавать. Да, но у него армия есть. Причем нормальная такая. Так. Сильнее. Карфаген слабее. Египет такой же по силе. Игрекс слабее. Зато все по науке... Я вот не знаю, Катя. А кто-нибудь в курсе, что вот означают описание науки? Ну, то есть, у других, я имею в виду, цивилизации, то есть, там... Такой... Ну, там, простоватый вот у меня... Ну, там, по-английски, наверное, у кого-то обученный, сведущий. Это какая градация? Ну, мы смотрели, сведущая Греция у меня была... И у него было на одну теху больше, чем у меня. То есть, сведущий, это у кого техи больше, видимо. А обученный, интересно, такой же, как и вы, наверное. Все стали последователями иудаизма. Придворный ученый. Давайте ученого возьмем. Нету ни от кого минуса. Кстати, какой у него... Он полководец, да? Семье. Так, герой. Как правитель, плюс 50... А, вот мы откуда военных очков немерено. Плюс 50 за каждый уничтоженный отряд. Не добили. Так, тут все... Оформлено. Вот это пойдет... Шахту строить сюда. Рудник. Ну, домики... Да, давайте, наверное, пастбище сначала. Потом домики начнем. Просто кучу бабла трачу на дерево, конечно. Но это надо. Войны завершены. Младший поэт. Ну, давайте форм... Так, блин, я сейчас не успею. Три года осталось. Давайте добьем... Старшего командира за цивики. Шестой уровень недовольства. Это у нас минус 30, наверное, ко всему, да? Как-то надо решать. Ну, эту амбицию сделаю. Такого возраста у меня правитель проживет. А прошлый сколько жил? Тоже лет 70. Сейчас посмотрю. 72 года. Это тоже больше, чем прошлый. Блин, давайте я, наверное, вот сюда отступлю и вылечусь. Через реку. Блин, ладно, удар прокачаю. Так, этот у нас бежит сюда и становится топорщиком. Ну, и, в общем-то, скаут только остался. Фракийцев добиваешь. У нас где-то на карте есть фракийцы. Да. Я так понимаю, что, типа, у всех есть галлы, а потом у каждого есть по своей какой-то... Галлы у меня тоже не было. Не было? Смотри, галлы между нами двумя, получается. Ну и в центре они были. Ну, вот у меня были вандалы. Вандалы, я так понимаю, ни у кого не было. Или кого-то были вандалы. А, наверное, только у тебя, кстати. Я не видел их... Только у тебя их увидел. Я вандалов тоже вообще не видел. Ну и не увидите. Да. Вандалы все умерли. Это вам не на Рим нападать. Та Сирия. Все-таки. Тут у него король сидит или королева? Королева. Так, выполнили эту. Но вот эту я не буду выполнять. Так что... Так, ну с семьями зашибись. Отношения пока. Так, давайте-ка мы сначала займемся вот здесь нападениями варваров. Наверное, вот так даже встану. Так, ремонт делаем. Сразу плантацию еще одну. Блин, мне реально не хватает дерева. Просто офигительно не хватает дерева. Еще оно самое дорогое теперь. Может, все-таки на лесопилке как-то... Давайте лесопилки здесь будем строить. Блин, а где у нас... Значит... Тут нету монастыря. Тут монастырь. Потом этот построить. Так, здесь есть монастырь. Здесь есть монастырь. Здесь строится. Давайте, наверное... А, я не смогу там монастырь стоить, потому что не... А, ну давайте тогда разнесем туда иудаизм просто. Так, сделаем. Давайте добьем этот лагерь. Плюс один житель в Тарсе и свободу. Не-не-не, рабство пока не отменяем. Хотя у меня... Хотя у меня на самом деле приказов-то немерено. Может, реально сейчас перейти на свободу уже. То есть, она как раз свобода хороша для когда много городов. Плюс одна наука за город. А чему-то это от этого отличается. Плюс один житель минус две легитимности свобода. А тут плюс один житель минус две легитимности свобода. Странно. Ну давайте перейдем на свободу. Так, что-то ничего не произошло. По-моему. Ну да. Не, подождите. Давайте тут повышение дадим. Так, лечимся. Наверное, тут встану, конечно. Раненый. Да, что-то у меня дофига приказов остается. Но мне надо тут вот агентурную сеть будет в первую очередь создавать, но не хочет сюда идти. Прикиньте. Тут я встану пока. Первым делом я в этих городах на границе со мной буду делать агентурную сеть. А там 400 по-моему будет стоить или 800 я уже не помню. Так, восстановление делаем. Так, надо убивать этого коника. А то он что-то ох, все в следующем году умрет. Ну слава богу. Его сюжет тебя и пьет и курит там и ширяется чтобы ты хоть сдохнусь побыстрее. Он много сделал за свое правление. Как он у тебя называется? Прославленный. Да. У меня незыблемый. У перса достойная. У Карфагена а, у Карфагена новоявленный и у грека зодчий. точно. Мне нравится почему-то на крит прокачивать. Так, есть плантация. Домиков что-то у меня нету не там не вот в этом городе, а в этом городе я бы домики... Да вообще давайте сначала начнем с этих лесопилок здесь. Мне нужны лесопилки, я просто плюс 17 всего лишь. Всего лишь плюс 17. Так, здесь тут ферма и потом тут ферма. распространяем иудаизм. Здесь есть лесопилка и здесь делаем лесопилку. Тут как раз соседство трех лесопилок. Ну, кстати, амбар вот тут тоже был бы неплохо. Но начнем здесь с рудника. Казначейство. Поехали. Стены. Ну, стены минус к несчастью дают. Блин, может мне давайте просто перейдем в сосок у меня городов. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть это плюс девять науки, правильно будет? Ну, и как бы минус к несчастью, потому что да, давайте на свободу перейдем. я так и не понял то событие, но мне так и не дало переход никуда. Ну, уже все слабее меня, только перс сильнее. Перс там клепает армию походу. Ну, и добавилась наука. Так, вот это мы не выполним. Следующим ходом будет минус пять легитимности. По легитимности перс тоже. Ой, по амбициям перс недалеко. Ну, вот девять городов связанных с столицей, то есть мне осталось в общем-то вот тут поставить город, я их свяжу тогда. Значит, в Ашуре поселенец. Мне еще третьего поселенца. Надо подумать где. Ну, Катне, кстати, 14. А где она? Арпад. Не, ну, в Катне нам есть что строить. Тут куча спецов надо, чтобы резы присоединяет здесь апельсинки, я смотрю. а, слушайте, а вот тут что не захватит? Так никто и не захватил это место? Подождите. Да, они выполнили минус пять легитимности. Ментуха ТЭП. Новоявленный. Пойдемте-ка глянем. тут галлы как следующую амбицию. Что мы можем сделать? Открыть когортую военный устав, уничтожить 20 вражеских отрядов. вот это вряд ли мы... Значит, давайте пока ничего не хочется. Он уже тем более старый. Вполне может умереть. Так, есть монастырь. Так, тут тварь ломает все. значит здесь монастырь в этом городе где мы будем делать монастырь. Давайте вот тут. Так, тут дорогу довели. Тут поведем дорогу Ctrl R вот так поведу. Нет, давайте пока так, потому что я тут не знаю где я город поставлю. Не уверен в расположении. Ну, давайте тут встану. Хотя повышение можно дать. Е. Так, 300. Ну, давайте тоже подведу. Мало ли, там реально галлы, тут два юнита понадобятся, например. В Ниневе отремонтировано. Ну, надо добыча меда. Вкатни стены. Тут давайте соль. Соль. Тут везде соль, да? Серебро погнать и соль, наверное, причем вот так, чтобы вот эти клетки быстрее присоединялись. А, вот тут мне добавится, кстати, вот эта апельсинка. блин, 16 приказов и реально делать нечего. нельзя, идти этих апнуть еще 300. Здесь вообще уже последний уровень 300. Блин, перс, мне очень не нравится твоя эта галера. Это ты что? я никого что 70? 7-10 минут а хорошо я убираю таймер тогда. А что ты говорила просто не слышал вас о твоих месте? Он сказал 7-10 минут переред. Говорю, тут перс поставил галеру в этом между нами. А, на якорь, Да. Выглядит так, что сейчас будет высаживаться. Поэтому мне это очень не нравится. Ну, ты говори, может быть, я как-нибудь смогу помочь, если все плохо будет. Пока. Надеюсь. Ну, кому-то да поможет. Может быть, сам сделал армию. может быть, самое время сделать армию. Ну, вообще, у меня показывает, что вы все слабее, например. То есть, у нас с персом самая большая. Мне тоже показывает, что одна с тобой равна. Мне показывает, что Карфаген, Египет и Греция выка слабее. У меня все симилары, кроме персов. Да, 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 перс. Перс опасный, да. Идет твои чудо забирать. Гад. По бедочкам 79 надо набрать. Ну, по очкам очень сложно. Ну, да. А там шестая, кстати, амбиция появилась во серии, наверное. Да. Да, да, да. Кайф. Как раз была амбиция двух старших командиров сделать. Я думаю, вряд ли стоит воевать с тем, у кого в городе два старших командира. Там у меня каждый новый отряд просто сразу уровень. Это там из-за чего-то кого-то, да? нет, старший командир. Так, тоже пойду на пяти так, ну раз у нас сейчас пока перерыв, давайте вообще подумаем. во-первых, если он будет тут высаживаться, вообще он высадится пока может только вот сюда, у него так стоит. Так что, я не думаю, что у меня тут стоит, если он будет сюда высаживаться, это очень странно, то есть, я беспокоюсь, если он где-то здесь будет высаживаться, это да. дальше, давайте... Зачем тебе околокатные топорщики? А я вот, мне там показывают, что лагерь галлов, я хотел сходить посмотреть, он есть еще там или нет? Нет, там нету галлов уже. Все, спасибо. На моей части уже галлов нет. Понял, но у меня тоже нету галлов, не знаю, а, слушайте, может их вообще уже, так их вообще уже нет, вон племена, только у меня, пишет фракийцы и нумидийцы. Ну, скифов я просто не встретил. Да, нумидийцы. Галлов вырезали, похоже, да. Так, где у меня больше всего военных очков? Ну, в Ашуре, естественно. Возможно, имеет смысл все-таки хоть какой-то, хоть сколько-то колесниц сделать. Давайте продадим много камня. Купим много дерева. Ну, хотя бы 200. Так, давайте в Ашуре или пока... Как правитель сменился, все хорошо. С религиями, с семьей. Кроме того, здесь можно давайте сплотить войска, сделаем. Пускай военные очки идут, это на ап-юнитов. Пройдемся по юнитам. Тут полностью весь апнутый. Кстати, можно полководца назначить. тут повышаем. Щитоносец. У него просто отряды вот эти вот это стреляющие, элитные метатели копья. Видите, на шесть очень такие крутые ребята. Ну, на всякий случай, знаете, мало ли. тут все на фокус у нас, на точность. Давайте грозу всадников здесь возьмем. Так, все, у меня пока закончились 358, 300, но нету, видите, больше пока очков. 400 повышение. Так, что у меня по дорогам? Посмотрим. Связано, связано. Ну, вот тут я дорогу уже веду, да? или нет? Нет, не веду, тут надо катить дорогу провести. перца юнитов? Ну, я тут бегаю, смотрю. Слинее всех. Ну, у него просто слоны и элитные эти метатели копья, как они, пельтасты. У него слоны просто и элитные пельтасты, то есть у него сильные юниты. тех, которых он набрал убивая племена. Хотя я тоже поубивал все племена генералам, фанатикам. И ничего. Ни одного юнита не перешло на мою сторону. Плохо убеждал. Но мне, по мне, так лучше, чтобы перца на меня нападал, чем на карфаген слабый. Мне кажется, карфаген не вывезет в данном случае. Карфагена 19 очков. Можем продолжать. В принципе, да. Так, напишите в чате в игре, ну, плюсик, просто поставьте, кто тут. Так. А, у меня со второго раза почему-то отправилась. Не, он просто долго почему-то отправляет. с этим как его с лагом. все, поехали. Отжал паузу, таймер пошел. Так, это перс. Что у тебя за галера вот тут стоит на якоре для чего? А, ничего, просто. Ну, как, как просто? То есть, построена галера? поставит, куда я его поставлю? Что нельзя? Ну, город его же завести нельзя. Гавани у меня нет. Ну, а зачем вообще было строить галеру? На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. И, пожалуйста, не забывайте про клипы. Снизу под видео кнопочка создать, а потом кинуть ссылку в комментарий под этой серией. Не удивляйтесь, что этот комментарий сразу не появится. Я его в любом случае увижу. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!